наш блог о собаках поэтому как вы заметили самый первый кадр у нас начинается вот именно с наших питомцев это было бельчоночек наш вышла на прогулку сегодня погода замечательная наконец-то бабе лето пришло мы часть бабе и лета сняли вчера во время вечерней прогулки но сегодня бабе и лето в самом разгаре такие солнечные дни не совсем тепло вы видите что я в кепке температура примерно около 0 но по-прежнему у нас трава зеленая листвы практически на ней нет бельчоночек мы вчера по этим местам гуляли здесь чисто асфальт поэтому мы ходим практически одними маршрутами главное выйти чистыми прийти чистыми сегодня 29 сентября вчера было 28 мы и помним о том что щенкам было вчера исполнилось 7 месяцев в прошлом выпуске мы не стали заострять на это внимание потому что хвастаться было нечем хозяева этих щенков когда забирали их у нас обещали делиться с нами видео фото новостями но к сожалению забыли о своем обещании мы никогда не сторонимся общения наоборот всегда рады общаться и узнавать что-то новое о своих собаках я хочу вам напомнить про свое обещание и сказать что ваши щенков мы показывали с самого их рождения очень подробно даже было поэтому каждого из ваших щенков есть армия поклонников и причем это многотысячная армия поэтому прошу не за себя и не замашу прошу за зрители за тех людей кому интерес судьба ваших питомцев которые следят за ними хотят знать новости о них пожалуйста присылайте фото и видео мы с радостью будем их опубликовывать вам нужно всего лишь взять руку телефон сделать пару фотографий снять короткое видео и прокомментировать коротко что же нового произошло за этот период времени а зрители я прошу меня поддержать в комментариях напомнить хозяев щенков о том что мы помним и ждем всегда любой весточки ах какое солнце яркая погода нам нравится да бальтенок наслаждаемся этими днями возможно последними теплыми солнечными у нас еще утро но днем я думаю что температура повысится и будет комфортнее находиться я красный момент будут на дачном участке еще немного погуляем минут 15-20 и пойдем домой сколько урона принес первый снег сентябрьский посмотрите целое кладбище целое кладбище посмотрите сколько деревьев полегло так получилось что не удалось мне сегодня съездить на дачное участок да и погода посмотрите какая у нас в очередной раз доказывает то что непредсказуемо сибирь льет дождик не крупный но льет рынке все мокро не было такое хотя с утра ничего не предвещало такой погоды как-то так да бальтенок успели мы с тобой утром сходить до погода была хорошая слуха была на дорогах но и не холодно я уже неоднократно говорил что шпиц сам себе выбирает хозяев и так оно и есть вот бальтенок выбрала нас буквально самого раннего возраста она к нам проявляла какой-то интерес она давала понять что я ваши мы уже говорим что было тут себе тут холодно бывает у нас воздух не очень чистый нет моря квартира у нас небольшая хозяин у тебя бывает ворчливый она горит нет все равно будет люблю вас оставляйте меня у себя вот мы ее оставили она нас очень любит она спит рядом с нами она приходит часов в семь укладывается весь со мной на подушку вот так требует чтобы его гладили засыпает и так мы спим до 8 утра вместе часто задают вопрос по поводу с какого возраста можно заниматься щенком мы не специалисты в этом вопросе не дрессировщики но по личному опыту вам сейчас скажем да у нас например а олечка у нас пришла к нам в дом полтора месяца к двум месяцам она уже знала несколько команд ну сидеть лежать лапу по моему три команды поэтому в принципе заниматься можно начинать рано другой вопрос что в этом возрасте конечно щенок очень плохо концентрирует свое внимание на вас это ну достаточно такой сложный процесс в плане того чтобы вообще привлечь его внимание к себе поэтому требуется от вас терпение если начать заниматься в таком возрасте ну и не ждите таких быстрых результатов и вообще собаки разные и лучше конечно всего вашу собаку не сравнивать ни с чьей по поводу лакомства хочу сказать что да за команду вы же даете определенные как бы вкусняшку какую-то да то старайтесь чтобы это были очень и очень маленькие кусочки чтобы вы не перекармливали в этом возрасте собаку лакомство это не еда это лакомство дается чуть-чуть неважно чем вы кормите натуральная пища или сухого корма в любом случае то есть лакомство это лакомство ну вот легкое давали до говяжье баранье вот тисвит можно купить если вы не готовите сами мы готовим сами у нас есть видео можете посмотреть в сушилке для овощей и фруктов по поводу корма продолжают нас спрашивать чем кормите и вот помогите ничего не есть мы к сухому корму вот такой еще цезарь покупаем это жидкий корм мы его чуть-чуть добавляем в сухой корм для запаха и тогда собаки едят охотно ну а так то как извращается что здесь здесь надо просто узнать свою собаку подход к ней искать они хитрюги все хитрюги вот поверьте манипуляторы еще какие особенно вот такие как шпиц они в общем такие добрые собаки знаю что всегда на них внимание много вот они видите как вот требуют чего-то от вас в данном случае был к требу чтобы гладили так что будьте внимательны не идите на поводу собаки а собака должна идти на поводу у хозяина в начале этого выпуска я посетовал на то что хозяева наши щенков не присылают нам фото и видео но эта информация не касается ольги хозяйки николь мы еще когда были севастополе у телефона ольги отказывала камера поэтому ольга специально ради такого дела на днях купила себе новый телефон и пообещал нам высылать фото и видео так что дадим несколько дней мы на изучение нового девайса и будем ждать фото и видео вы ольга кстати не расслаблять потому что дело этого будем держать на контроле будем мы контролировать и наши зрители так что попросим наших уважаемых зрителей не стесняться и писать под каждое видео вопросы как там николь а когда ждать видео вот так что ждем в общем не теряйтесь ольга я кстати с вами совсем заговорился и пропустил вывеску пункта выдачи озона мы вчера смаза проходили мимо этого места уже смотрите травка желтеет и листвы прибавилось довольная белла белла любит гулять в любую погоду она будет с удовольствием прогуливаться даже когда ее лапу будет в воде в снегу я думаю что ей нравится у нас жить да было пусть я живу не около моря не ближе к москве не в германии но я живу рядом с такими заботливыми хозяевами мы правда стараемся делать все возможно чтобы нашим собакам было лучше мы подходим к пешеходному переходу я фиксирую рулетку рядом и иду перехожу дорогу почему я фиксирую рулетку это позволяет мне контролировать собаку водители разные бывают тут уступая дорогу кто-то может промчаться какой-то может быть резкий звук испугать собаку она дернется а вот так девчонки радуются морковки вот прям любят они морковку да сейчас почищу дам готова держите ну что лежанки не хватает тебе да очень любит морковку морковку можно собакам ну опять же в ограниченном количестве это клетчатка очень нравится вот такая у нас вкусная морковка ну а на сегодня выпуск заканчиваем всем пока и до новых встреч всем пока пока